Я не зря вам задала вопрос, что в ваших жизнях стало происходить после того, как вы просмотрели фильм. Потому что, ну да, кроме того, что я там встретила определенных людей, у меня действительно очень удивительные вещи стали происходить. Ко мне заходили очень интересные люди. Практически сразу же после фильма в моей жизни появился достаточно известный дирижер. При том, что я человек не тусующийся, я никогда не ходила по барам и так далее. То есть меня где-то вот так вот отловить, ну там с целью познакомиться практически нереально. То есть я хожу в совершенно пустынной парке, я человек природы, уезжаю на самый пустынный берег, чтобы побыть возле океана. Но тем не менее, вот этот вот дирижер меня нашел, как ни странно, в пустом парке. То есть там была только я. Причем остановился, остановил где-то там машину в непонятном месте. То есть такое вообще потом у меня сложилось впечатление, что он пришел конкретно вот на меня. Значит, обоих этих людей, вот этот дирижер, который был после него, их объединяли общие черты. Во-первых, они оба говорили как минимум на двух языках, на английском и французском. Во-вторых, они были достаточно такие холодные люди, явно не эмпаты, очень такие материально настроенные. И я чувствовала, что меня как-то проверяют. Вот. И потом даже у меня... Я понимаю, что я сейчас начну там савоноглобус натягивать и так далее, но вот это ощущение я никогда не покидала. Потому что у меня сложилось такое впечатление, что вообще... Вот помните, есть такой момент в фильме, когда... Как его называют-то, боже мой... Превращается в тело мамы с Геей... Сынок, помоги! Саглидатый, саглидатый, да. Вот. Вот у меня такое было ощущение, что вот кто-то вот просто использовал тело вот этого товарища, потому что сам по себе товарищ, я так понимаю, что... Ну, он где-то в этих нижних слоях всегда бывает, потому что он сказал, что он перепробовал все наркотики этого мира и так далее, и даже рассказывал мне, какие именно ему нравятся больше, и чтобы, например, он мне рекомендовал попробовать. И я чувствовала, там и про инфернальный мир разговоры были. Там очень много было на самом деле интересного, но всегда такой был знак вопроса, почему ко мне, почему ко мне, почему ко мне с этим. В общем, в итоге и тот, и другой товарищ отваливались в очень таком холодном варианте. Я чувствовала, что меня проверяют, но первый отвалился в свое время со словами, ну, я по-русски говорю, я не хочу иметь с тобой никаких дел, ты слишком непредсказуемый, ты делаешь все, что ты хочешь. Ну, да, я, в принципе, такая, я никогда от этого, это ни от меня не скрывала с самого начала. Второй сказал что-то такое, I'm very disappointed, я очень был разочарован, ну, что-то такое. В общем, короче, не оправдала я ожиданий их. Но вот эти вот все разговоры, все эти вопросы, которые мне задавали, они так сейчас вот сочетаются с тем, что вот я начинаю понимать вот с этой масонской темой. Ну, а кто? Иллюминаты. И они ждут тебя. Потому что, когда, допустим, я заговаривала, ну, где-то в разговоре говорила там про Данте, про Дэна Брауна, да, там еще что-то, говорила про ноосферу, про инфернальный мир, это реально просто людей интересовало. Давай, 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 продолжай, продолжай, продолжай. Я считаю, что проверки вообще начались чуть ли не, ну, почти сразу после того, как я посмотрела Донфильм и, ну, там, чем-то, видимо, напиталась. Вот, потому что вот этот вот первый, который дирижер, композитор, он зашел 2 сентября 2020 года. Я тебе написала в ноябре 2021 года, ну, то есть, больше чем год разница. Так что вот так вот. А что касается двух персонажей, то на самом деле персонажей-то было побольше. Ну, просто первый, он был такой самый-самый яркий, и он у меня вообще никаких сомнений не вызывает в том, что это оттуда единственное, что я до сих пор думала, что, ну, вот, знаете, у меня в детстве один из любимых фильмов был «Солярис». И вот то, что Лена там написала, там, когда бездна начинает смотреть тебя, да, вот мне кажется, что мы вообще сами вот эти вот все штуковины создаем в своем пространстве. И вот этот вот Марлон, там вообще столько было совпадений. То есть вот этот вот дирижер, ты помнишь, да, в фильме «Дирижер» там во всем Рыженьком дирижирует, он был такой любитель Рыженького всего, вплоть до того, что мы с ним приехали в Икею, ходили, гуляли, он меня что-то проверял, проверял так по полной программе, потому что после того, как мы погуляли, значит, он говорит, слушай, говорит, а ты, правда, ничего не боишься? Я говорю, а что здесь нужно бояться? Это магазин. Он говорит, ну, смотри, говорит, все же в масках ходят. Ну, в общем, то есть как бы... Я говорю, а чего нужно бояться, если я не боюсь болезни? Он говорит, ну, так, типа, репрессии, санкции, говорит, ну, нельзя же все же в масках, типа. Ну, вот, знаешь, такие вещи интересные происходили. Так вот, этот товарищ, он меня учил дирижировать, он пытался меня учить играть на фортепиано, но когда я ему показала, что играю, сочиняю я, он сказал, что это, ну, типа, невозможно, не имея какой-то там базы это уметь. Но вот по поводу дирижирования, я вспоминаю очень много разных всяких моментов. Например, он мне показал, говорит, вот, смотри, ты должна... Вот представь себе, у себя на руке, значит, такой легкий платочек газовый, да? Ты вот так вот разворачиваешь ладонь, и как бы его, говорит, подбрасываешь, а потом раз, и показывает, как бы стряхиваешь в сторону. И он меня просил это сделать несколько раз. Он говорил, что это значит дирижирование. А потом я уже потом осознала, я же описывала крест, вот прямо крест, крест, крест. И он меня просил, и еще раз, и еще раз, и еще раз сделай. Он оказался у меня дома только один раз. И там вообще была какая-то магия. После, в общем, визита он подошел к зеркалу, которое было в полный рост в коридоре, и начал какие-то манипуляции с зеркалом. Я вот сейчас не могу это описать, но вот он это сделал, сделал как бы в сторону зеркала, развернулся и ушел. Это не просто совпадение, я же начала говорить про Икею, да? Значит, он меня повел в место, где продают там всякие сейфы, шкафчики и так далее. И показывает, говорит, мне, говорит, нужен сейф, но он должен быть рыженьким, оранжевым, orange color. И понимаешь, я никогда таких вещей в Икея никогда не видела. И вдруг перед нами стоит на выбор там какой-то зелененький сейфик, там еще какой-то, и рыженький. И он его берет, покупает, загружает в машину. Потом в следующий раз я его увидела в оранжевой, вот такой вот прямо ярко-ярко-оранжевой футболке. Ну, вообще, просто вот, я не знаю, реально бездна меня смотрит. Кстати, на секундочку, этот дирижер, несмотря на то, что он дирижировал 20 лет во Франции, тот частично здесь, в Америке, очень сильно связан с Азией, говорит на пяти языках, и он очень даже на короткой ноге с нашими Гергиевым и Спилаком. В святые воды той реки бросали камни дураки, а мудрецы ловили рыбу наперекор и вопреки. Редактор субтитров А.Семкин